Меня тоже очень удивило, что когда первоначально Росельхозакадемия обращалась в разные станции, в том числе и к президенту Российской Федерации, их просьба была оставлена без внимания. Сказать честно, меня это тоже несколько удивило. Что касается лично меня, ну, во-первых, вы знаете, я давно в агропромышленном комплексе, и, наверное, сегодняшнее лето мне просто еще раз показало как раз-таки уникальность вот этих наших генетических ресурсов, вот этих исходных материалов, которые на самом деле, вот как раз разрабатывается в нашей Росельхозакадемии, в том числе на Павловской опытной станции, что на самом деле это труд, который вот действительно нужно беречь и который приумножать, и который нас как раз-таки, возможно, и спасет вот от таких как бы глобальных каких-то неприятностей, как засуха, а может быть, наоборот, наводнение. Когда вот пришло к нам обращение в общественную палату, надо сказать, что действительно с большой как бы заинтересованностью выехало на местность, и, наверное, в первую очередь мне действительно очень хотелось посмотреть своими глазами, что такое действительно вот эта уникальная коллекция, которую еще заложил Вавилов. Вы представляете, вот только вдумайтесь, Николай Иванович Вавилов заложил эту коллекцию в 1926 году. С 1932 года она стала пополняться практически со всех уголков России, в том числе, как говорится, и из дикой природы пополнялись разными как бы уникальными образцами. Как вот и мы с вами убедились, как говорится, там растет, например, белая рябина, которая из Китая была привезена и, как говорится, на сегодняшний день очень активно развивается. И самым ярким примером такой, может быть, на мой взгляд, это жимлость. Вот это как бы уникальная кустарня, которая для меня, как говорится, представляет, ну, как говорится, заинтересовала очень сильно. Ведь на самом деле жимлость в первоначальном виде, которая, когда была завезена на эту же Павловскую станцию, тем же самыми учеными Вавиловской коллекции, она была неупотребляемая. Она просто действительно как бы горькая, какая-то непонятная ягода. И надо сказать, что вот как раз-таки наши ученые, вот Иннопавловская вот эта опытная станция, они ее облагородили, что ли, так скажем, они вывели 22 сорта. Этот сорт уже стал пригоден, во-первых, как бы для пищи, он стал приятной ягодой, но самое главное, они стали прививать культуру вот наших как бы с огородников, наших, как говорится, садовников, тому, что эту культуру нужно развивать. Это очень как бы важно, как бы наследие, уже не говоря вот этой фестивальной клубники, которая уже покорила не только Россию, но и весь мир. Практически 70% вот этой клубники произрастает. То есть, иными словами, когда вот все время пытаюсь объяснить, как бы даже наваренным маленьким детям, что такое вообще вот эта коллекция, чем она уникальна, ну вот представьте себе вот на один момент, вот просто на один момент, что, ну вот что-то на нашу растительность, там, я не знаю, в Российской Федерации и мире нападет какая-то порча. И вот, например, ну, грубо говоря, яблони, просто вот все вымрут и погибнут. И мы, как бы, с вами можем единственное найти, где бы выход, это прийти вот в эту вавиловскую коллекцию, найти вот это уникальное семя, которое было не подвержено никогда никаким генетическим модификациям, да, то есть, никаким там удобрениям, пестицидами, гербицидами, там, я не знаю, агрохимикатами. Мы можем найти вот этот исходный материал и из него уже вырастить, как говорится, те яблони, прививая вот, ну, от той порчи, которые погибли. То есть, на самом деле, мы немножко даже, по-моему, недопонимаем смысл, очень многие недопонимают смысл вот этих вот, этих генетических, ну, как говорится, ресурсов. Когда правительственная комиссия принимала решение о передаче вот Павловской земли, Павловской опытной станции в фонду РЖС, они совершенно были неосведомлены о том, что на этих землях находится вавиловская коллекция. И вот следующий вопрос. Как раз-таки, наверное, и к правительственной комиссии с точки зрения, как можно было передать землю, не используя, ну, как бы, некий акт, например, счетный палат о том, как эти земли эффективно или неэффективно используются. Ведь если мы немножко, как говорится, открутим обратно, то фонд РЖС, насколько я помню, создавая в 2008 году, был именно создан под аккумулирование эффективных использованных земель. А получилось так, что на сегодняшний день очень многие земли, которые используются в научных целях, стали переходить вот фонду РЖС. Но здесь, как говорится, опять же, есть еще, как бы, другая сторона медали. На предмет того, что у нас на сегодняшний день в национальном законодательстве отсутствует вообще что-то по определению Терпина коллекция. Уже не говоря о том, что коллекция растительных ресурсов, биоресурсов и так далее. Абсолютно нет критериев оценки таких коллекций. Ведь на самом деле, может быть, мы говорим с вами, она бесценна, а для юристов, например, из того же фонда РЖС, она не представляет вообще, то есть три копейки в лучший как бы день. То есть мы должны понимать, как вот у нас нет критериев оценки таких коллекций. Уникальна она, не уникальна, а сколько она уникальна. И самое главное, что у нас нет критериев эффективности использования земель в научных целях. У нас вообще даже, как говорится, по-моему, и нет вообще, что такое научные земли. То есть поэтому на самом деле, вот это очень большой пробел в нашем национальном законодательстве, который нам нужно обязательно будет на сегодняшний день восполнять. Для того, чтобы мы уже вот такие, не создавали претендента по таким вот ситуациям, как у нас сегодня происходит в Авиловской коллекции, я считаю, что на сегодняшний день нужно, чтобы правительство приняло решение, вот такие, ну как бы аналогичные земли, вот участвующие под какими-то различными коллекциями, а выделить в особо охраняемые природные территории, и вторую коллекцию в Авиловскую, в частности, признать национальным достоянием. Таким образом, мы, как говорится, уже не будем иметь места с таким вот ситуациям, можно сказать, которые не только кидают пятно на Россель, Хосакадемия, на вас, это практически пятно на всей репутации нашей страны, это в первую очередь, да. И, на мой взгляд, еще нужно обязательно предусмотреть деньги в федеральном бюджете. Когда она будет уже являться национальным достоянием, то уже в бюджете мы можем предусмотреть соответствующие финансирования. Ведь наша с вами задача не только сохранить, ну, как сегодня в первую очередь сохранить, да, но самое главное ее приумножить. И вот это я считаю, что это то, что мы можем сделать для нашего будущего поколения.